Дети бегают, веселятся, выполняют задания на моторе Куру. Со стороны сразу и не поймешь, что наравне со здоровыми ребятами в школе номер 21, образовательном центре Дай-5, собрались особенные дети. Восприятие мира ребенка с аутизмом отличается. Они иначе воспринимают информацию, поступающую извне. Но каково это, мы можем только догадываться. У таких детей много особенностей, среди которых самые заметные выраженные трудности при взаимодействии с другими людьми и окружающим миром. На помощь детям с аутизмом приходят неравнодушные взрослые. Одна из них – Наталья Некрасова. Она тьютер. Дети очень талантливые. Детям нужно общение, детям нужна социализация. На базе этой школы у нас проходит проект, который и реализует вот это все. Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, прошло не только в 21-й школе, но и в торговом центре. Акцию проводят уже восьмой год. Создана она для поддержки родителей особенных детей. Отличительная черта аутизма в том, что его трудно распознать в раннем возрасте. Алена Тюнина думала, что ее ребенок малообщительный. По-настоящему забеспокоилась, когда поняла, что сыну почти три года, а он все еще не говорит. Затем начались круги ада в поликлиниках, неврологи, психиатры, диагноз, стадии отрицания. Потом как-то потихоньку начали смиряться, начали больше узнавать, сами читали, пробовали разные методики, то, что мы сами можем оплатить. Узнавать собственного ребенка приходится ежедневно и с большим трудом. Перестроиться пришлось не только маме, но и всей семье. Появились свои правила, главные из которых, по словам Алены, единство требований. Есть у нас определенные графики в плане выполнения домашних заданий, отдыха, то есть сколько-то часов отводится конкретно на отдых. То есть такие дети очень любят графики, режимы конкретные, прописанные, то есть хаос для них неприемлемый. Сын Алена обучается в инклюзивной школе. В ней особенных учеников сопровождает специально обученный тьютер. В этом учебном году проект «Мы вместе. Инклюзия без границ», направленный на обучение и социализацию детей с аутизмом, реализуется при финансовой поддержке благотворительного фонда «Татнефть». Руководит проектом Оксана Голубева. При такой поддержке дети успешно социализируются, их поведенческие проблемы компенсируются, и даже дети с тяжелой формой расстройства, они способны приобретать новые навыки и учиться социально приемлемому поведению. Заявления на обучение в инклюзивной школе поступают не только от родителей из Альметьского района, но и других. На данный момент на ресурсной площадке образовательной организации 25 учеников. Оксана Голубева подчеркивает, все дети с расстройством аутистического спектра способны к обучению и социализации. Елена Бауэр, Динар Менгазов, Новости Юго-Востока.